Супрайз, модафакер! Это отличная машина шестого уровня, я ее очень люблю и я ее давно выкупил, она у меня давно в ангаре, не то чтобы я ее купил для того, чтобы снимать стримы, я ее купил очень давно уже, она у меня давно в ангаре, она нейтрически выкатывает, чтобы чисто пофаниться немножко в рандоме. Она, конечно, медленная с этой пушкой, долго передряжаться и все остальное, но тем не менее она довольно прикольная. Сегодня мы с вами, как всегда, съедем 5 боев, скатаем на этой пушечке, на этой фугаснице замечательной, и также на второй пушке, которую мы можем поставить, это 107-мм Азиз-6, эта пушечка. Посмотрим, на какой из этих двух пушек он будет интереснее, эту мы, естественно, ставить не будем, от нее ничего интересного ждать не стоит, а вот эти две пушки весьма интересные, можно играть на этой пушке, а можно на этой, и посмотрим, на какой же из них будет играть интереснее. Это мне не купленная пушка, ничего страшного, мы ее куплены, мне столько же дорого. Сыграем сейчас 2 боя, наверное, на этой пушке, и, ну, может, 2 боя на той, да, и один бой вообще на стоковой сыграем, вот на этой, посмотрим разницу. Ну что, погнали, экипаж у меня, как видите, 100%-ный, с кучей уже перков, ну, как, с кучей, с двумя полными, и третий перк докачивается на боевое братство, тем не менее, довольно прокачанный экипаж, на 6-х уровнях редко бывает настолько прокачанный экипаж на танках, на самом деле, поэтому, ну, так вот, видите, какие модули у меня стоят, тут можно ставить и немножко другие, как бы, на свое усмотрение, ну, по-моему, эти самые оптимальные, как бы, модули для этого танка. Снаряды у меня здесь только фугасные стоят, от ББшки не вижу смысла заряжать никакого вообще, ну, как бы, пробитие у них небольшое, пробить ими, конечно, можно, двадцать мастерских случаев зарядим, уж попробуем ББшками по кому-то пострелять, вот, но, это, кстати, по-моему, голдовые ББшки, да, они голдовые, там еще меньше пробить, голдовые не будут, не голдовые зарядим, эти нам не нужны, давайте попробуем вот так вот, ББшками, еще в кого-то может стрельнуть, пробить, вот, и поехали. Пять боев, друзья, посмотрим, что мы сможем выжать за эти пять боев, напоминать, два боя на этой пушке будет, два боя на второй пушке на 107 млн, и два боя вот на этой вот, 122 мм стоковой пушке, погнали. Надеюсь, будет недолго на закидывать бой, нет, все быстренько получилось. Танчик классно, серьезно, он мне нравится, он мне сначала, когда я только начал прокачивать эту ветку, это было очень давно, еще было только три ветки танков, это было там лет шесть назад, я прокачивал эту ветку, купил этот танк, мне он сначала жутко не понравился, косой, кривой и все остальное, короче, я жутко бесился, я его продал и не играл на нем довольно долго, ну, как там, где-то год, может, потом я решил выкачать все-таки эту ветку, я опять его купил, и он мне, как ни странно, тогда зашел, короче, зашел и прям так вот зашел, что, знаете, я выкачал его, продал, чтобы купить другой танк, но потом все-таки обратно его выкупил, такая вот ерунда, друзья, так, ну, карта неплохая, единственное, я не знаю, куда мне здесь лучше ехать, на самом деле, наверное, пойду в сторону тяжелых танков, как бы, наверное, мне там все-таки есть что делать, так, ну, как, кстати, это залагивание, залагивание, друзья, напоминаю, они у многих сейчас происходят, у нас это высокие очень характеристики, и жесткие действия не успевают все дело загрузить, короче, вот это догруживает потом, 700 пробития, точнее, 700 урон 100 здесь пробития обычным, 910 пробития фугасом, но, по-моему, обычными 100 здесь пробития, ну, нет смысла стрелять, серьезно, голдой тоже особо, раньше здесь была голда лютая, с хорошим пробитием, это было очень кайфово, сейчас голду здесь сильно понерфили, и смысла стрелять с нее практически отпал, короче. Не поймали мы, чувака, снаряд летит довольно долго фугас, поймать кого-то в движении довольно-таки сложно, можно, конечно, но надо привыкать, если бы я поиграл на этом танке, знаю, сейчас хотя бы часик, наверное, то, возможно, поймал бы сейчас его на прокатке, но я вот как включил, грубо говоря, компьютер, включил запись, сел, как всегда, как бы, без лишних тренировок, там, не для того, чтобы вам показать, какой классный игрок, какие у меня крутые бои бывают, знаете, как некоторые, там, вот я наиграл за 500 боев, один классный, вот вам показываю, нет, вот как есть пять боев, вот я сел, включил, и посмотрим, что же я за пять боев смогу выдать на разных пушках, я решил, друзья, делать, делать так, не на одной пушке, если это топовый, там, то на одной, естественно, если это танк какой-то вот такой, где есть разные орудия, показывать вам в разных, ну, на разных орудиях эту машину, ну, что она может на разных орудиях сделать, мне кажется, так будет довольно интересно, как вы считаете, напишите в комментариях, если вам не сложно, блин, такая обалденная эта карта, слушайте, я просто обожаю горы, лес, а здесь прям все это сочетается, прям так красиво все сделано, все-таки, вот картоделы все-таки молодцы, ничего не скажу, балансеры, конечно, уроды редкостные, а вот картоделы молодцы, а те, кто за арту отвечает, вообще, блин, им место отдельное, воду уготовлено, так, ну, и что здесь никого нет, здесь есть штурм Эмиль, проблема в том, у этого танка, что пушка вниз не опускается, сводится очень долго, ну, блин, все ужасно, короче, как бы вроде, и довольно сложно кого-то прямо выцелить и прямо вот убить, но мы будем пробовать, ага, там суд засветился СУ-100, но нам надо успеть свестись, ведь он уезжает, и я вот не знаю, попал я, либо нет, скорее всего попал, но что МА, ну, нормально, неплохо я ему снес, ну, не так уж и много, 350 всего примерно, это, в самом деле, копейки с нашим Тауроном, это немного. Вообще, на танке редко получают что-то очень много настрелять, смотря какой бой, конечно, такие союзники и противники, если очень много на тебе таких медленных машин против тебя, которые тоже медленные, такие медленно стреляют, то можно много настрелять, если как вот час очень много средних машин, которые быстрые, даже ПТ, которые тоже быстрые, то редко получатся, чтобы очень много настрелять, потому что ты просто банально не успеваешь. Ты пока доезжаешь, пока перезаряжаешь, там уже твои союзники всех убивают, либо твоих союзников убивают. Вот если твоих союзников убивают, то тебя просто тоже толпой набегают, если твои союзники убивают, то, соответственно, тебе просто не по кому стрелять. Ну, вот за весь бой мы нанесли какой-то урон. Но, вы сами видите, 205 всего мало в гусеницу весе ровно что он 369 толчок я могу выезжать его случаем будет перезаряжаться на его убьют а раньше перезаряжаться он будет еще долго арта где-то вот здесь стоит артасти где-то здесь попробуем ее найти обидно что кто-то по нее стрельнул найти обидно к это на медленном танке кого-то пытаешься ищешь подсвечиваешь себе чтоб выстрелить и кто-то берет и убивает короче ты получил еще от него люлей но при этом ты не смог его убить потому что кто-то забрал твой фраг короче это что за чудо такое класса у меня еще и поджог короче да мне тут не автоматически огнетушитель переставить модуль про гетто 46 то что за стране такая вообще что за бракет это как раз еще я вижу у меня поджог причем в морду у меня поджог это вообще радует себя короче она поджигает еще и в морду и вообще полный бред про гетто что за счет шара такая в общем такой вот первый бой обидно конечно у меня убил серьезно обидный поджог был она сейчас поменять эти огнетушитель местами непривычно у меня все стоит примерно на одних местах я уже привык к одним и тем же кнопкам а здесь стоит по старому так скажем как я ставил раньше и непривычно первый должен быть у нас огнетушитель причем автоматически я везде ставлю 2 все правильно река блед 3 утечка вот так так вот будет идеально поехали второй бой к тем не посреди что же мы все-таки сделали здесь в этом бою 728 урона всего ну машина медленно просто не успели ни до кого доехать и не попали поехали второй бой на этой же пушке посмотрим что мы сможем сделать во втором бою на этой пухе довольно быстро закидывают в бой неплохо но проблема в том что три арты я мать не очень сильно страдает поскольку мы очень медленными три арты довольно будет много быстрых пт быстрых ст и лт и довольно мало тяжелых танков всего-то 4 это плохо для нас то плохо так вы должна поехать наверх поехать смысла нет 5 подключила прогрузка единственно радует когда поднать это прогрузка глючит пока у тебя еще время идет и не шейк как бы там у тебя пофигу гликанул вода глюканул все время идет а вот когда она включить тебя нахать ночная широко то ехать особенно беда когда на лтшки знаешь ты быстро уже стартанул уже там пол карты проехал вот-вот будешь видеть будь тебя за заглючивание для тебя разглючивает и уже выперся где-то нам в какой-нибудь сарае я уже расстреливают или уже расстреляли это жутко бесит но для этого надо либо снизить характеристики напомню что у меня стоит стоят настройки почти все на максимум сглаживание убрано тут немножко убрано по одному буквально вот убрано это вообще убрано и тут чуть-чуть убрано но в принципе практически все на максимум при этом выдаются 65 70 fps там скажу так от 45 прыгает до 85 до 100 даже иногда это при том что сейчас еще и запись работает она тоже понижает поэтому мне одного очень нравится мало то что все стало намного красивее так при этом еще намного менее загруженный получается процессор потому что намного актуальнее работает многоядерность что раньше грузила один процесс ну одно ядро очень сильно остальные почти не грузила сейчас она равномерно грузит все ядра и это очень улучшает вообще все если мне кажется это все запускать на кончик хорошим восьмиядерным проценту на все должно быть отлично вообще просто даже на моем стареньком процессоре все хорошо то на какой-нибудь совсем таком хорошем процессе на вообще никаких проблем не будет так видите проблема в чем мы палимся через всю карту вот я стоял хрен знает и я уже спален короче меня уже увидели при этом у меня очень маленький угород обзор очень короткий а теперь после выстрела арты у меня вообще обзора нет арты здесь три они сейчас просто меня закидают короче в хлам просто вот дверь ты сразу по мне стрельнули 1 чуть-чуть продать не лассер 55 2 260 и у меня уже много хп из того что у меня вообще есть должен большей части но не больше но много нету теперь уже это огромный минус на на это на таких картах с тремя артами это жопа не игра будет час потому что я свожусь очень долго очень нудно короче не факт и попаду при этом по мне попадают но без особых проблем ну куда ты нет они блинут и урод вонючий самая обидно найти стоишь сводишься полчаса на медленной пушке какой-то вот мудила созводный берет короче и блин выезжает под твой выстрел просто короче в топку коллега блин здесь его убьют я понимаю что он не смотрю сзади происходит на хрена ты ехал куда-то это жутко бесит ты понимаешь что ты сам надо так подставляешься на все равно от этого где меньше бесить не начинает все равно бесит также жутко это у тебя быстро там быстро сводится все остальное это не так бесит но куда тебя ты сводишься полгода и чтобы выстрелить там и потом на 30 секунд на перезарядку уйти какой-то урод берет последний момент и перед тобой вылезает короче это жутко напрягает серьезно я думаю все в через это проходили мало то что танк еще косой точно очень косой попасть очень тяжело куда-то нам повезло это могли бы навести больше урона пока я свожусь и моя команда успевает накидать уже так что что танка не остается очень долгое сведение на этой пушке но приятно конечно когда залетает хороший урон многим можно в бочину зарядить едино штуку даже если бы сейчас мне успеть эти я кого-то убил но я убил кого-то кто не светился перед е25 кто-то стоял и я убил его не знаю сколько урона мы нанесли но похоже немало так этого убили перед е25 стоял кто-то их его убил через сколько урона мы нанесли сколько у него было хп вообще у этого человека танка существа лимита тем не менее опять же видите проблема в том что очень долго все это сводится как бы пушка хорошая но она хорошо играется в те моменты когда много медленных машин да ты выехал и много таких же как ты медленных у тебя есть время так вот постоять понимаете полчаса посвестись там вот опять же видите пока я сводился его птически разобрали я забрал там понты хп всего там 233 урона нанес короче очень мало но пушка все равно радует поэтому она мне принципе стоит лично меня спалил хелкет я я по нему промазал автоприцеле это жутко бесит автоприцел полное говно на самом деле он какой-то странный то он прям наводится прям знаете вот как надо то он как-то через жопу работает короче так этого я не вижу на его сейчас и без меня убьют этот быстро едет я в него просто не попаду лучше за домика не спрячется снаряду понятное дело что от этой пушки требовать какой бы то ни было точности это полный бред это фугасница в идеале стрелять в упор как-то короче со расстояния стрелять еще не вариант матор снаряд очень долго летит так ночью жутко косой прицел жутко огромный своеобразная на самом деле пушка и своеобразный танк по крайней мере с этой пушки поставим другую 107 мм посмотрим что же мы сможем сделать на ней и лучше ли она чем эта пушка я судили на той пушки очень давно не играл но в свое время прокачал этот танк и выкачал следующий я именно на той пушки не на этой так ну мне и дальше ехать смысла это все никуда не успею постыкаешь по захвату эту базу знаю вот мы нанесли здесь 33 урона и сколько там мы нанесли из инвиза я не знаю потому что у нас три фрага я только сейчас заметил когда мы я успеховых их наколотить я не знаю по захватываем базу к нему если не успею в этом убьют раньше чем я туда доеду поэтому смысла туда ехать никакого нет лучше заработаем немножко серебра за то что база захватим или там опыта так сколько мы нанесли мы нанесли аж 1213 урона но неплохо вот потому инвизу мы наверно где-то 800 600 точно нанесли вот по навизу кого мы убили блин под 800 мы там ему сняли сто процентов она нара можем посмотреть же а вот я 25 сколько мы нанесли урона туда тут не пишется разве да здесь три суммарный урон сплэшом задели и 25 черчиллю мы нанесли 2034 к вешке 233 а вот этого которого убили 743 урона вот о чем я и говорю и плюс мы видим очень многим сломали модуля это счет того что стреляли фугасами и плюс сплэшом задели и 25 но маловато конечно сплэш может небольшой так теперь давайте поставим 107 миллиметровую пушку вот эту купим снарядников возьмем даже немножко голды вот так вот на всякий случай она довольно много кстати и посмотрим что же мы сможем сделать на этой пушке теперь два боя на этой пушке суммарно понятно что мы можем сделать да как бы не очень-то много для этого уровня на самом деле это не очень-то мало когда привыкаешь играть на десятках кажется что 1000 урона это так на тяну мало как бы совсем но для шестых уровней 1000 урон это неплохо на самом деле счет на того что у них там по 800 по 600 жизней как я всегда говорю если ты настрелял хотя бы урона столько сколько у тебя хп это для тяжелых танков и скажем ст да или насветил для лт шаг больше чем у тебя в два раза по урону до что волтошек мало хп или на арте накидал в три раза больше чем у тебя хп то это нормальный бой что на арте одну арты мало хп поэтому если 400 хп он накидал 400 это мало совсем по твоему стану нанесли больше там чем три раза 1200 это нормально если у вас на к в 2 вот у меня 860 хп если я нанес 900 урона это нормально это грубо говоря я убил в их не команде такого же один танк я что-то сделал да если в два раза больше это уже хорошо совсем прям если в три раза то тащи круто я не знаю куда сейчас ехать серьезно я в топе с этой пушка еще пушка неплохая перезарядка 818 довольно неплохо сколько у меня урона этой пушки 300 так уж и много пробить из 219 можно смело с восьмерками воевать как бы без проблем вообще на голде по крайней мере так поеду сюда очень немножко картавлю друзья был у стоматологами тут думала у меня все плохо оказалось что у меня не все так плохо как я думал только отбелить зубы почистить так скажем и две пломбы поставить от сегодня мне мышьяк там ну или не мышьяк чем там закладывают в 2 2 отверстия заложили на следующей неделе будет пломбировать немножко непривычно когда варту сами знать как что меняется от этого пломбы эти за затычки эти для этого мышьяка непривычные все время языках языком их пытаешься тронуть плохо что никто не поехал я здесь один может хитер хотя бы приедет потому что одного меня здесь могут разобрать просто на ура так вот приехал к в 2 и вот он приехал за фугасницы и он мне первым же выстрелом снял 418 очень фартовый василий на самом деле но с его перезарядка и по идее я его должен сейчас убивать вот он плюс этой пушки банально смотрите он не одним выстрелом с 418 это много но пока он перезаряжался я ему я его убил да я ему снес 860 то есть как бы фугасница хорошо но она хорошо найти для фана как по мне именно по фанец а там до фугасница клёвая тема но вот если вы хотите именно прокачать машину то я бы советовал играть именно вот на этой пушки так вот теперь меня пукать да да ладно его машине на этих уровнях на очень тяжело играть вот я бы советовал именно вот эту пушку серьезно для прокачки именно если вы хотите прокачаться или вы хотите получить мастера на этой пушке у вас то получится намного быстрее и лучше серьезно смысле модуль если у вас нормальный экипаж то перезарядка побыстрее было то вот на этой машине вы это сделали вы сделаете быстро мастера я думаю можно получить за пару хороших боев легко потому что перезарядка довольно таки быстро и урон хороший 300 это нормально урона и при этом очень хорошее пробитие на самом деле 6 то уровня голодой вообще шикарные фугасами тоже можно пострелять здесь кэш и меньше пробития намного чем у тех фугасов понятное дело чем фугасница пробития меньше но поверьте на этом уровне вот эта пушка это лучшее что вы можете себе позволить наверно серьезно конечно если перезарядка была там 7 секунд было бы еще круче но с таким уроном это было бы дико имба вообще на самом деле самом деле к в 2 и так имба даже с таким уроном и с такой пушкой она имбовая машина на самом деле для 6 но вот на этой пушке я вам честно скажу сейчас играть интереснее я поиграл сейчас на фугасница да когда ты бесишься как все долго и вот сейчас поиграю вот на этой пушке мне нравится больше сейчас может нас кинет к восьмеркам чтобы мы могли адекватно как бы это все дело оценить но вот на этой пушке серьезно интересно так меня спалили начал где-то здесь стоит взрываемого пока и друзья 1638 урона ну довольно легко и весело серьезно это пушка лучше однозначно чем фугасница фугасница она сразу беру она фановая на фугаснице почему она у меня стояла на этом машине она фановая ты можешь выехать по фану кому-то в жопу на тысячу зарядить менять одного выстрела забрать но именно для каких-то достижений до для мастера там до всего остального она не подходит него может на ней конечно фартануть и вы сделаете на ней массе это что-то видите насколько больше настрелял да чем все остальные вам может на ней фартануть и вы можете взять на ней мастера но вот это пушка она намного быстрее позволит вам это сделать серьезно если вы прокачиваете просто машина идете настоящую лодку не берите фугасницы берите эту пушку фугасницу может взять потом если вы машины себя оставили по фану погонять может взять фугасницу но изначально лучше играть на этой кушке чем еще один бой сыграя морру частки нет к восьмеркам там и мы посмотрим насколько хорошо с восьмерками а на что-то может сделать или нет не откинула нас опять к шестеркам чет明 везете то обычно восьмерки 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 постоянно щас прям шестерки шестерки сейчас еще один бой на этой вот пушки и один бой сыграем на стоковые пушки вообще посмотрим еще на ней вообще можно себе позволить сделать но стоковое сразу головну это однозначно любая стоковое орудие на любом танке это хлам короче в большинстве случаев единственно что это может быть не хламка на тебя в полный топ кто еще может что-то сделать. В противном случае любая стоковая пушка это хламьё. Друзья, кстати, если вы хотите поддержать канал, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Проходите на стримы и очень вас прошу, просто душевно, ребята, если есть возможность, посмотрите просто видео от начала до конца полностью, без перемоток. Вот включили и полностью посмотрели. Поскольку, когда вы перематываете, смотрите какие-то моменты, видео 40-минутное, допустим, да, суммарно на нем там 80 просмотров, но два человека посмотрели полностью, остальные по 5 минут в результате получается, что суммарное время просмотров видео там 3 минуты, короче. YouTube такие видео задвигает, они нигде не вылазят в результате, никто не может узнать про мой канал. Я понимаю, что я может делаю пока немного лучше там, чем кто-то и вообще может хуже, чем кто-то там, да, более развитый, поэтому вы подписываете на тот канал, о котором уже 100 тысяч подписчиков там или больше, а на мой допустим, не хотите. Но чем больше у меня будет подписчиков, друзья, тем больше интереснее будет все. Поэтому вы можете помочь мне развиться и за это я буду очень благодарить своих подписчиков. И мои подписчики будут много чего интересного с этого иметь на самом деле. Как различные розыгрыши, так и хорошие стримы и хорошие видео. Так, там Артабат уже сидит. Так, я не пробил там кого-то. КВ-2 не пробил, но я его подсветил. Я сейчас тут Артал заберет, он засваливает отсюда срочно. Засрочно куда-то отсюда сваливает, потому что меня сейчас тут просто заберет Артал. КВ-2 типа бэшками стреляет. Там еще и наш рум. Да, меня он забрал наш рум. Зря сюда выперся, слишком медленно. Здесь я уже встал. Видите, здесь сделали вот хрень такую вот. Что ты здесь сюда выехал, чтобы выехать, надо вот так вот объехать. Короче, не можешь просто назад покатиться. И если ты начал бежать, мне боится. Короче, ну, я сам себя загнал в тупик, мне надо было не выезжать сюда, либо сразу ехать туда вниз. А так получил, что ты Т-37 и наш рум, и ОИ, и ОИ, и Артал. Меня очень много сняло урона. И из-за этого меня очень быстро разобрали. Видите, здесь минус этой пушки, что все-таки ты многих, ну, все-таки, крышки не пробиваешь какие-то места, да, фугасница, я бы нанес все равно какой-то бы урон и нанес. Здесь, как бы, я урона, ну, не нанес. Я попал, но урона не было. Но все равно могу сказать, что эта пушка интереснее все равно, однозначно просто. Давайте, дождемся, пока танк выйдет из боя, посмотрим, что наши союзники смогут здесь делать. Ну, вроде как мы выигрываем. Статистика у наших игроков получше. Красных, так скажем, игроков у нас нет. Можно надеяться, что наши отыграет лучше все-таки. Тигер-131 с Ариэлем, где столкнулся с русалочкой. Да, это однозначно победа. Я, конечно, проглупил, мне не надо было уезжать. Я мог бы выжить. Тигер какой-то дичь творит, серьезно. Не хочу за ним наблюдать, что там какой-то странный. Так, ну, у них осталась пара танков уже. Типят у них, походу, оффлайн. Ну, либо тупит. Пушка будет повернута, но ничего не делает. Остался тут самый наш ром, который меня убил. СУ-100 где-то там тоже стоит. Ну, а... СА-9-16-18, скорее всего, убьют. Вот наш ром. Уже сюда успел уехать. Конечно, вот если по таким танкам, как наш ром, фугаснется, ставит вообще одно удовольствие, потому что в очень частых случаях вы их ваншотите. Всех этих вот. Почти все ПТ, почти все ПТ, которые твоего уровня, даже седьмого уровня, если без сильно огромной брони какой-то, они почти все ваншотятся с фугасницей. Но, мне кажется, это не столь, знаете, серьезная причина брать им на фугасницу. Все-таки ПТ не столь уж много. Часто высадка с другими машинами. И именно то, что перезарядка все-таки 8 секунд позволяет вам нанести немного больше урона, чем с перезарядкой там 20 копейками секунду у фугасницы. Это у меня еще прокачан экипаж, венгерство, и там вообще-то получается, там больше 20 секунд, я не помню, точечку. Поэтому все-таки прилететь вот эта пушка, друзья. Берите ее. Так, остались два говнюка коричневых, которые помните, дали. Нас спалили. Вот он первый. Где же второй? Ну, вон она второй. Что-то Т-50 тоже как-то фигней страдает. Зачем он проехал вперед, уперся в здание. Что-то странно, как-то все играют. Купей, что все играют, начали р-зажали, короче, и все, и только мышки шевелят. Ну, убивайте коричневого. Балимся! Несколько. Что-то сильно долго они там с ним возились, на самом деле. Три танка, одну арту убить не могли. Су-198 урона, вот это мало, меньше, чем у нас хп, это плохо. Но все до того, что мы там по нашему засвету еще что-то нанесли, там и то все, то суммарно компенсируется. Не сильно, конечно, это все-таки мало, но мы еще насветили, сколько тут? 214, так что суммарно, где-то вот, наше хп примерно получается. Но, конечно, это не очень хорошо. Теперь давайте попробуем со стоковым орудием, что он может сделать. Это вот такая пукалка. Я, честно говоря, не знаю. Это фугасница, но она фуфлыжная абсолютно. Я возьму, наверное, голду, потому что вот на этой фугаснице без голды делать вообще нечего. Если на большой бабахе можно обычными снарядами кидать, да, то вот на этой, блин, только на голде, серьезно. Обычные, по-моему, вообще делать нечего. И урон у нее маловато, честно говоря. Крочу эту пушку, естественно, я вообще не себе это оставлять, это говно полное, ставьте обязательно вот именно вот эту пушку. Потом по фану можете уже ставить эту, ну, либо у вас прет, если сможете поставить эту, но я советую вот эту пушку ставить. Стать 100-100-1007 миллиметров, здесь 6, самая обалденная пушка для этого танка. Ладно, поехали, последний бой на этой пушке, на стоковой, на которой вы, вы, по-моему, не получаете, или получаете, а, вы получаете на ней танк, но на другой башне. Да, но башню я не буду менять, там разница-то особая. Ну, та поменьше только что, по-моему, и броня поменьше у нее. Видите, я расскажу вам одну историю. Во время войны наш танк, КВ-1 только, ну, где-то там, зимой, короче, заглох. Ну, заглох, не могли завести наши военные. А и подъехали два немецких танка, значит, постреляли по нему чуть-чуть, ну, и решили утаранить его, значит, к себе в расположение, значит, притащить КВ-1, значит. Ну, и подцепили его, танки были по-за четвертой, по-моему, пытались его. Вот два танка его подцепили за кульки, начали вытянуть, и наш танк завелся от того, что его тянули, и утянул два немецких танка к себе в расположение. Вот такая вот была история. Это реальная история, действительно, задокументированная. Действительно, такое было. Наш танк КВ-1 притащил до танка, естественно, экипаж выпрыгнул, там убежал, вот, но... Ну, и убежал, не убежал, не знаю, может, там кого-то и убили, но вот притащил. Такая вот история, друзья. Она действительно была, действительно имела место быть. Так что... На самом деле, от машины, конечно, зависит многое, но, знаете, многое зависит от людей. Наши люди в то время были очень-очень смелыми, очень храбрыми, делали то, что для многих современных людей, знаете, языком только могут делать, а в реальности ничего не могут. Когда доходит до более-менее каких-то там тяжелых таких времен, они начинают плакать, ныть там, и растекаться соплями. Хотя не все, конечно, но большинство из тех, особенно те, кто наш пишет, пишут всякие гадости в интернете, вот это 90% именно вот такие люди, которые на самом деле мягкое говно, которые эти по мизинцам тронешь, оно уже потекло, расплакалось, короче, говном изошлось. Зато в интернете супер-великие герои, которые всякую фигню пишут, всем, кому не лень. Особенно всякие пранкеры, этих я вообще бы за яйц подвешивал на главной площади. Ладно, нам сейчас не об этом. Т-34-100 здесь у нас, это очень опасный соперник, просто мега опасный на самом деле. Кстати, я хочу купить Т-34-85, этот вот премиумный, для того, чтобы вам тоже снять по нему видео. Пушка вместе не опускается, кстати. И мы промазали, потому что не опускается вниз пушка. Урон у него небольшой, как бы не очень-то опасный для меня. О, вот этого большой урон. Приехал КВ-2 на нормальной пушке, он меня ваншотнул, просто с одним выстрелом, 730-роном. Ему фартанул на самом деле. Скорее всего, кто-то внешний бронерист, у меня попал его в борт башни. Короче, не будем досматривать, это был пятый бой у нас, насколько я помню. Смысл досматривать никакого нет. За тобой мы ничего сейчас не получим, абсолютно. Стоковая пушка, однозначно говно, тут нечего об этом говорить, как бы. Средний показатель у нас за пять боев, ну, пятый, потому что еще не вышел, об этом не пишется. Неплохие, нам еще повезло, победы сплошные. Деньги я потерял это, серебро на покупку пушек, этих всех снарядов. Ну, этот танк однозначно хорошо играется только с топовой пушкой 107 миллиметров. На ней он играет действительно классно, советую ставить только ее фугасницу, только по фану. 107 миллиметров намного лучше. Так что вот так вот, друзья, покупать эту машину, ее стоит качать, и вся ветка эта интересная, до топа. Эта машина тоже фановая, у меня на ней довольно неплохие показатели. Ну, не сверх классные, да, давайте глянем статистику. Но и не такие уж плохие, на самом деле. XTE 55 лучше, чем 91%. Тут, ну, такой победы, средние не очень высокие. Попадание 71%, несмотря на то, что я фугасницы в последнее время играю. Да, выживаемость низкая, но я вечно прусь вперед, поэтому и умираю быстро. Нанесенный урон средний 917, полученный 700. Максимальный опыт за бой, здесь на ней 200, и максимальный урон 2 940. Вот этот максимальный урон получен именно на пушке 107 миллиметровой, друзья, поэтому я советую именно на ней вам играть. Как бы вот так, друзья, всем спасибо, кто посмотрел до конца, большое. Приходите на стримы, я вас буду ждать. У нас там розыгрыш, стримы, подарки. Подписывайтесь на канал, также у нас есть ВКонтакте группа, заходите туда тоже, подписывайтесь, там будут всякие новости, тоже розыгрыши. Всем спасибо, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok